МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для некисловечеринки самое важное – это хорошая идея. Сегодня мы будем играть в древность, сегодня мы будем играть в Египет. И у нас будет соответствующее меню. Женя, что мы готовим? Следующее меню – это морепродукты, это большие гигантские креветки и тёплый салат. Как ни странно, он будет подан в таком южном хлебе в пите. Ну, это, в общем, типично для юга и для востока, поэтому, я думаю, у нас получится очень колористично. Я думаю, что так как у нас всё-таки юга, то стол нам не нужен. Это вот начало, мы вот тут креатива уже всё разложено, поэтому стол мы должны убрать. Будем представлять песчаные барханы. Женя, не надо убивать меня столом. Вот есть пита, я знаю, что это пита. Есть креветки. Это креветки. Ты любишь такие креветки? Посмотри. Да, я такие очень люблю. Это прямо настоящие королевские, такие фараонские, я бы даже сказала, креветки. Ну, давай тогда бери палочки, и мы будем делать шашлыки. А их, наверное, надо чистить? Нет, чистить мы их не будем. Но мы сделаем очень интересный набор специй. Очень интересный набор восточных специй. Туда войдёт кардамон, корица, зира, небольшое количество лаврового листика и чёрного перца. Слушай, а... Всегда, что ты делаешь, это очень вкусно. Только у меня вопрос, почему для египетской вечеринки ты решил готовить именно креветки? Потому что, прежде всего, это море. В море? В море продукты. Ну, в Красном море очень много чего водится. Кораллы. Вот умеешь ли ты готовить кораллы? Да, я не умею готовить кораллы, да. Знаешь, я могу тебя попросить не мешать, не дать мне говядину. Она на скотоферме у нас. А я тем временем продолжу, собственно говоря, нанизывать креветки на шпажки. Я не буду здесь убирать эту чешую, кожуру, ракушку. Я не знаю, как это правильно назвать даже. Я это оставлю здесь. Говядина. А знаете, для чего? Для того, чтобы мы это ели руками. То есть мы будем их чистить уже в готовом виде? Да, это будет очень и очень вкусно. Ну, хватит. На один шашлык все креветки сейчас изведешь. Я думаю, смотри, чтобы палочки было не видно. А на что держаться тогда? А вот тут будет два, вот видишь, две штучки, вот и все. Но самое важное впереди. Надо померить размер сковородки по отношению к длине палочки. Это очень какая-то сложная математическая формула. Сковорода-гриль. Разогреваем до раскаленного состояния. Пока я займусь говядиной. Но перед этим сделаю небольшую штуку заранее. Я возьму решетку и поставлю питу греться в духовку. Может быть, чуть-чуть позже. Это нужно для того, чтобы она стала мягкой и теплой. И мы могли более удачно ее нафаршировать нашим теплым салатом. Ну, собственно говоря, у нас сегодня такая двойная египетская вечеринка. Одна часть – это такое традиционное восточно-африканское блюдо – это салат в пите. А другая часть – это посвящена отдыху, морю, солнцу, всему, что связано с релаксом. Поэтому у нас будут морепродукты, креветки и пита с теплым салатом. Поэтому такое два в одном. Угодим всем вкусам. Тем, кто любит историю и тем, кто любит просто отдыхать и получать удовольствие от свежих королевских креветок. Я принадлежу к вторым. Итак, я возьму грибы. Нарежу их на… Это шампиньоны свежие. Да, это свежие шампиньоны. Нарежу их на четыре части. А что-то так все время волнительно подходит в духовке, как будто там лежат сокровища фараонов. Нет, просто там надо контролировать, посмотреть температуру, смотреть, как она нагрелась. Так, а какой у нас план действия? Вначале мы разогреваем питу, потом мы обжариваем грибы, обжариваем перец, добавляем в это обжаренные грибы с перцем авокадо, прогреваем его и добавляем кусочки жареного мяса, которое мы пожарим на гриле. Ага, это будет наш теплый салат. А креветки мы просто будем запекать со специями. И добавим сюда еще китайские капусты. Так. Слушай, ты опять это на ходу придумал? Или это у тебя было спланировано? Ну, она у меня была капуста, это я знаю точно. Ух уж эти кулинары, никогда не знаешь, чего от них ждать. Слушай, а что подавать к этому? Потому что у нас здесь получается и рыба, и мясо. Любой напиток годится? Любое вино? Или вот что? Я так и подумал, что ты об этом. Всегда только об этом. Вот, значит, ну не любое вино, лучше, конечно, красное, потому что будет говядина. Но с креветками придется пить белое. Я даже не знаю, как тут и быть. Подойдет любое вино? Нет, либо красное, либо белое. Уточнил Евгений. Нет, ну конечно, еще есть розовое. Кстати, как ни странно, розовое подойдет. Вот он, понимаете, стоит женщине подсказать. И главное, дать возможность украсть свою славу. Ух уж это непростая, это истинная такая фараонская мудрость. Как не фертите, сейчас себя чувствую. У нас осталась одна креветка. Мы ее запечем для мышки. Для мышки креветки? Ну я не знаю, для кого она одна. Давай отпустим ее в море плавать. Боюсь, что ей уже это не грозит. Вот будет такая одна креветка. Креветка-счастливица. Что мы с ними делаем дальше? Берем сковородку. Ставим ее на огонь. Вот эту, давай вот двумя ручками слева, которая находится. Ну а питу мы... Я пока поставлю на самом деле ее наверх. Я не буду ставить ее пока в духовой шкаф. Она пока пусть стоит здесь. Растительное масло. Я нарезал авокадо. Я нарезал зеленый перец и грибы. У меня есть кусочек цукини. Я обязательно использую его сегодня в этом салате. Я нарезаю все не мелко и не крупно. Средний размер. Четвертинка шампиньона. Двухсантиметровый кубик цукини. И небольшой кубик авокадо. Ты все это будешь жарить? Авокадо тоже можно жарить? Авокадо я не буду жарить. Авокадо я прогрею в конце уже с овощами. Вот это да. Итак, теперь дай-ка, пожалуйста, мою любимую игрушечку новую, беленькую. Слушай, прям понравилась тебе эта ступка. Я смотрю, как ты раньше без нее обходился? Я сам не знаю, правда. Ступка фараона вступает в действие. Итак, ступка для специй. Щепотка зиры. Две штучки кардамона. Черный перец. Слушай, давай, подождите, надо разглядеть, как выглядит кардамон. Если бы казалось, что это маленькие такие круглые горошинки. Гвоздика. Вот так вот. И лавровый листик. Что мы сюда добавим еще? Не знаю. Кто из нас кулинар? Ты. Это неожиданное повышение, я не согласна. Может быть, соль? Давай добавим соль, совершенно верно. Все-таки кулинар из меня неплохой. Все, и превращаем это все в порошок. А эти специи ты будешь прямо использовать при жарке? Мы сейчас замаринуем с ними креветки. Ах, это для моих креветочек. Уже, наверное, какая-то посуда, где мы будем их мариновать? Я думаю, что мы это сделаем прямо на... Давай большую, давай нашу большую мисочку. Так. А что у нас будет являться основой для маринада? Специи у нас есть, а жидкость какая? Расчительное масло. Масло, креветки? Так, тут придется очень много масла, чтобы они замариновались. Нет, так много масла не надо. Теперь смотри. Ну, есть на креветочках есть разрез. Отсюда уже удалили прямую кишку. Какая гадость. Ну, она может быть кривой. Если креветка кривая, она может быть и кривая кишка, просто в зависимости от формы креветки. Господи. И мы аккуратно сюда массируем. По биологии у тебя тоже был тройбан. И мы аккуратно сюда массируем. Так ты сейчас все специи в один шашлык помассируешь? Я не люблю очень умных девочек. Ну, это свои проблемы, что ты их не любишь. Тебе не встречаются на жизненном пути. Что делать? Итак. Все-таки напомню, что у нас сегодня некислая египетская вечеринка. И готовим мы два блюда. Одно аутентичное блюдо бедуинов. Это пита с салатом, с теплым салатом внутри. А второе наше блюдо посвящено таким праздным лентяям вроде меня, которые наслаждаются шикарным египетским Красным морем. Это будут креветки со специями. Должно получиться интересное на любой вкус. Должно получиться сочное на любой вкус. Креветки уже отдают свой запах мне. Я им за это очень благодарна. У нас, правда, не осталось специй. Я, наверное, сделаю вторую порцию. Повторю сама твой подвиг. Потому что у нас не осталось специй для маринада. Сейчас мы будем с тобой жарить овощи. Пока я нарежу говядину. Хорошо. Говядину надо резать мелкими, наверное, кусочками, да? Для того, чтобы... Нет, как ни странно. Не очень мелкими, но не очень крупными. Очень такой емкий ответ в духе настоящих поваров. Знаете, вот эта пропорция всегда на глазок посолисти. Вот откуда я могу знать, что значит... На мой глазок можно полпачки высыпать сразу. Паприка. Что, такой глаз большой, что ли? Ты что, не замечал, какие у меня прекрасные два больших глаза? Я каждый день для тебя специально крашу. Понятно. Вот так вот, дорогие мои подруги. Переворачиваем креветки. Тут красишься, используешь кучу косметических средств. Вот как древние египтянки. Хну. Вот все вот это вот. Они даже не замечают, какие у тебя глаза. Все. Уйду молоть перец. Слушай, а это нормально, что ты цукини, которые мягче, чем перец? Жаришь один момент со сладким перцем. Нет, ты сейчас вылешь брови, это никто не видит, кроме меня. Ты все-таки озвучивай свои мимические движения. А почему ты думаешь, что перец мягче, чем цукини, или цукини мягче, чем перец? Ну, я... Они примерно одинаковые по консистенции, поэтому жарить ничего вместе это не мешает. Угу. Вот. И главное добавить авокадо в конце, потому что оно чересчур нежное. Жарить прям в прямом смысле слова его нельзя. А грибы добавим как раз через пару минут. Слушай, а вообще вот такое вот сочетание... А, кстати, откуда в Египте грибы? Подумала сейчас мне. Грибы везде есть. 21 век, ребята. Тебе-то виднее. Ребята, 21 век, грибы уже есть везде. Нет, ну вообще... Почему мы готовим с тобой сейчас на плите, а не на огне? А вот почему мы готовим на плите, а не на огне? Я тоже не знаю. Давай разводи. Уж соответствует бедуидам как до конца. А скажи мне, это вообще классическое сочетание в салате грибы и мяса? В теплом салате. Меня очень пугает слово классическое в твоей жизни. Много в твоей жизни классического? Мне кажется, сейчас был провокационный вопрос, я позволю себе промолчать. Почему? Много в своей жизни... Почему ты решила, что... Ты знаешь, я за классические отношения. Поэтому на классическое предложение, дорогая, согласишься ли ты быть моей женой, я говорю да. Но почему-то мне никто не делает этого предложения. Нет, потому что... Потому что дело к ночи. Вот как вы считаете, есть логика в этих словах? Мне кажется, что все-таки Евгений немножко тронулся на почве кулинарии. И отношения с курицами и креветками выдаются ему гораздо лучше. Ну уж с курицами, это точно. Итак, собственно говоря, продолжаем жарить дальше. Нас ничего не смущает. Мы доводим креветки до готовности. Можно их периодически поворачивать. Немножко полить маслом с удовольствием тоже можно. Но жарить дальше. Господи, сколько масла на моей креветочке. Неужели это будет вкусно? Я за них так волнуюсь всегда. Это мои любимчики на кухне. Так, я... Кстати, зачем ты убрал эту доску? Она же нам нужна еще для маринада. Итак, я подогреваю овощи. Нет, я никогда не забываю то, о чем я спрашивала. Ты хочешь это выпить? Нет, я хочу это убрать отсюда. Скажи мне, все-таки вот мясо с грибами, это классическое сочетание для теплого салата? Почему добавляют грибы в теплый салат? Потому что грибы тоже теплые и вкусные, и грибы нормально сделать теплыми. Ну и, наверное, да, это классическое сочетание. Наверное, да. Ну, потому что это... Да, вы знаете, долго пришлось мне тянуть с Женей, то есть три раза задаешь мужчине вопрос, он уже белинеет, сходит с ума, и в итоге все-таки говорит, да, да, это было так. Нет, просто проблема в том, что... А нафига ты, собственно говоря, это спрашивала? Ты же и так сдала ответ заранее. Вот так и живем. Зато заметьте, она больше спрашивает не будет, слава богу. С чего ты взял? Кстати, Женя, я забыла, спрашивала о тебе или нет. Грибы с мясом это классическое сочетание. Знаешь, есть такой анекдот. Я, правда, сейчас не увидела твой тесак, вопрос снимается. Я так забыла просто, что у меня в руках. Слишком хорошо знаешь все длины. Итак, сахар, сахар, это овощи, ребята, сахар. Всегда добавляю я в овощи сахар. Сладкоежка ты мой. Соль. И немножко перца. Слушай, а тебе не кажется, что наши креветки уже готовы? Они еще не готовы. Нет? Ну, очень так мне показалось. Когда девушка кричит, сауна готова, туда лучше не ходить, ее еще подождать 20 минут. Правильно? Слушай, ну это ты, Ваня, ходишь со всякими курицами. Я-то не знаю таких вещей. Я вот нахожусь на некислой египетской вечеринке, и курица мне совершенно неведома. Правильно, как и сауна. Итак, говядина. Вы знаете, сейчас мы видели эту мимическую игру мышц на лице Жени. Их скрывает вот эта вот фараоновская борода. Это значит, Женя подумал. Ты думаешь лицом? Ну это просто, когда я думаю, это на лице видно, я бы так сказал. Господи, как редко ты думаешь. Боже мой, я только сейчас прозрела. У меня совершенно гениальный повар. Он вообще не думает, зато потрясающе вкусно готовит. У нас здесь румянятся креветки, у нас тушатся овощи уже вместе с грибами. Тарелочка, дай, пожалуйста, небольшую тарелочку. Все вместе это создаёт удивительное сочетание ароматов. Дай мисочку, мисочку, давай. Какую? Вот эту? Там у нас, да, у нас одного размера мисочки всегда есть. Поэтому вот так вот перекладываем. Он пусть будет теплый, у нас лить еще не успеет. Сковородка нам пригодится для поджаривания мяса. Опять оливковое масло. Дадим немножко разогреться сковородке. Слушай, я так поняла, что у меня лучшие друзья на кухне это креветки, а у тебя оливковое масло. Поэтому у нас вот на этой сковороде гриль побеждает дружба. Дай, пожалуйста, мне два апельсина и потом захвати, пожалуйста... Опять задала глупый вопрос. Ну что делать? Так. И что захватить? Пимугольную тарелочку. Так. Знаете, мне нравится, что в Жене, что он дает команды. Правда, не всегда сам знает зачем, никогда не знаю я, для чего делаю это я. Но всегда они четкие и лаконичные. Вот сейчас я достала тарелку, и она будет, я уверена, полчаса греться рядом с кварчащим маслом. И только в конце программы мы узнаем, для чего это было. Замечательный совет. Никогда не ставьте тарелку около брызгающей сковородки, чтобы потом ее не протирать. Могу ее держать вот так. Вот, совершенно верно. Чудую, как египетские. Будем входить в образ. Как египетские фигуры, они же как-то так странно очень рисуются. Ну, уже красиво. Только это к чему? Это к креветкам. Какое удивительное сочетание апельсина с креветками. Вообще, цитрусовые всегда хорошо играют вместе с морепродуктами. Но вот это сочетание цветов и ароматов, оно просто волшебное. Как я это хочу немедленно уже попробовать. Это еще не все. Возьмем свежайший, идеальный свежий зеленый лук. Вот это он. Так, а я пока выкладываю вторую порцию креветок. Давай, выкладывай вторую порцию креветок. Креветки тоже теплая закуска, поэтому вас это не должно пугать, и креветки не должны быть там раскаленные до безумия. Это теплая закуска, как и пита. Я для декора нашинкую зеленый лук. А ты уверен, что лук это хорошо сочетается с креветками и цитрусовыми? Лук хорошо посыл, сочетается с красным и оранжевым. Но есть же еще и вкус. Я понимаю, что нас столько смотрят, но мне-то это еще и есть. Это нормально, это будет вкусно, это ничего страшного, мне-то это не помешает. А как ты будешь украшать, как ты планируешь украшать? Я просто аккуратно посыплю зеленым луком сверху. Давай это сделаю, я высоко художественная. Ты же потом сверху положишь шашлыки. А мы здесь делаем два ряда? Да, конечно. А мы будем их прокладывать апельсинами? Нет. То есть мы друг на друга положим креветки? Хорошо. Ну, в общем-то, уже основная идея ясна. Только вот эта креветка все время норовится скачать прямо ко мне в рот. Слушай, попробую-ка я одну. А нет, вот жарится... Одна твоя на сковородке лежит, да. Это моя одна специальная штучка, которую я буду пробовать в конце, чтобы... Для кого ты говорила эта креветка? Для мышки. Ну, я буду мышкой, я согласна. Потом сказала, что вот моя креветка, да. Господи, да хоть крысы, знаешь, лишь бы дали креветок поесть. Я приберусь немножко. А скажи мне, пожалуйста, вот до этого... Это был такой поварской прием, или ты просто хоккетничал с говядиной? Скажи честно. Женя. Что? Был вопрос. Я не слышал. Прекрасно. Это тоже приятная, тоже типичная ситуация. Ты полчаса мужчине что-то рассказываешь, говоришь, пилишь его, пилишь. Катя говорит, да, дорогая, а что? Оп. И ты как бы понимаешь, что уже все, поезд-то ушел, и момент упущен. И сказать-то уже больше нечего. Значит, ты достаешь питу? Я достаю питу. Она у нас не пересохла? Пересохла. Прекрасно. Я люблю такое хрустящее что-то. Теперь она должна пропитаться мясом? Ну, если у вас пересохла пита... Надо ее намочить и заново заснуть в духовку. Намочить и заново заснуть в духовку, да. Надо ее просто намочить. Видите, даже я знаю секреты. Я знаю все секреты, как исправить испорченное. Ты знаешь секреты, как стоять и мешаться в это время. Вот это точно. А, это самый важный секрет, между прочим. Это требует особый талант. Итак, аккуратненько. Давай. Аккуратненько. Потом полотенце намочим. Закроем питу через 20 секунд. Она будет у нас свежая, размоченная. Все будет хорошо. Ну, на самом деле, так можно делать для любых черствых хлебопродуктов. Если у вас зачерствел хлеб или какие-то французские хутоны... Или вдруг круассаны остались с ночи. Да, то вот... С утра вы можете эти круассаны размочить хорошо. А ничего, что у нас мясо недожаренное? Это же говядина, должна быть медиум. Пока у нас просто блестящая говядина. Я не знаю, медиум она или нет. Она просто блестит вся. Итак, не забываем переворачивать шашлычки. Ой, ты сюда еще и масло доливаешь? Ну, это не масло, это скорее уже мясной сок. Так. Оп, выключаем. Ждем, пока дойдет пита. Итак, я бы добавил сюда еще небольшое количество черри. Осторожненько. Я пока поиграю с остатками в фуду. Черри мы не будем никак термически обрабатывать. Просто порежем на три части. И мы будем сырой черри прямо? Да. Сырой черри. В теплый салат? В теплый салат. И он тоже станет теплым? Конечно. Потому что он нагреется от остальных продуктов? Конечно, совершенно верно. Ну, пока Женя разделывается с черри, я хочу напомнить, что у нас здесь совершенно источают дивные ароматы креветки, жареные со специями. У нас на подходе теплый салат с говядиной, авокадо и еще некоторыми овощами. У нас сейчас приобретают нужную кондицию пита. И, собственно говоря, наша египетская вечеринка уже практически готова. Я думаю, осталось самое важное – это приготовить интерьер. И тогда можно уже принимать гостей. Ну, у нас уже нет стола, у нас практически готова здесь пустыня. Сейчас только возьмем желтый плед и создадим пески Сахары. Вот такое одно движение, и мы уже в них. Ну, Египет, естественно, ассоциируется с пирамидами, поэтому мы берем четырехугольник и просто делим его таким образом на четыре части, разрезаем и складываем таким образом, чтобы получилась пирамида. Ну, нет, ничего проще, это займет буквально несколько секунд. Пирамиды желательно сделать разного размера, потому что это такая реплика реальной жизни, реальной археологии. У нас есть тут пирамиды побольше. Мы их расставляем в совершенно таком произвольном порядке. Они нам нужны просто для декора. Это будет такая доминанта нашей композиции, доминанта нашего такого произвольного стола. Ну, а пока Наташка рассказывает такие умные вещи, я просто режу мясо. Аккуратненько так пополам каждый кусочек. Посмотрите, видите, он розовый внутри. Потому что мы не могли пожарить каждый кусочек таким размером маленьким и сразу его жарить. Мы упустили бы весь сок. А теперь посмотрите, видите, он розовый. Идеальный кусочек мяса. И мы вот такие уже кусочки сейчас замешаем в салат. Вы видите, здесь есть грибы, здесь есть сладкий перец, здесь есть черри, здесь есть авокадо, цукини и, естественно, говядина. Мне кажется, здесь не хватает только меня. Нет, здесь не хватает соли. И меня, чтобы все это попробовать немедленно. И перемешаем еще раз. Давай мне разрезанную питу. Ух, мои красавчики. Итак, давай теперь следующую питу. Я отрезаю верхушку питы. Аккуратно раскрываю ее. Накладываю наш салат. А заправка — это только масло? Тут нет масла, это сок. А, это сок овощей и мяса? Мясо, конечно. Вот чистый, видишь, у нас есть чистая прекрасная тарелочка здесь уже. Так, а где моя одна креветочка? Ты что, съел мою креветку? Ну, ты там что-то про каких-то археологов, про клинопись. Знаешь, когда просто мужчина нервничает, они есть сразу начинают. Я креветку схватил и тихонько... Все, я ухожу. Нет, ну, я для себя одну, один раз в жизни одну маленькую креветочку... На, 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 все, держи. Вот, это все мое, теперь я довольна. Только не ругайся. Вот, вот, один раз устроить... Может, еще туфли с него потребовать? Раз он сейчас такой сговорчивый. Евгений! А-а-а! Ты знаешь, у меня как-то сносились башмаки в последнее время. Я так чувствую, что к моим вот этим желтеньким лодочкам требуются еще циклуменовые. Циклуменовые? Да. Господи, слава богу, я циклуменовые туфли никогда не смогу найти. Потому что я не знаю, что такое циклуменовый цвет. И сегодня мне это на руку. А пугать людей тоже не могу таким словом. Вдруг это какое-то неправильное слово? А я пока могу сказать, пока Женя не знает, что такое циклуменовый, зато очень хорошо знает, как готовить креветки. Потому что, несмотря на то, что я волновалась за моих голубчиков, они оказались удивительно вкусными. Эти специи, они пропитали всю креветку целиком, она получилась изумительно острая, при этом свежая и очень тонкая по вкусу. Поэтому вы пока понаблюдайте, как Женя мастерски фарширует питу, а я пока буду жевать и наслаждаться креветкой. Главное, аккуратно, не торопясь. Много накладывать не надо. Главное, чтобы вы держали ваши нервы. Тогда, когда вы готовите египетскую вечеринку, самое важное, это такое настоящее фараонское спокойствие. На самом деле, все очень просто и занимает, как обычно, не более получаса. Очень быстро с помощью Жени мы сделали теплый салат из говядины и овощей, собственно, которым сейчас Женя начиняет питу. И у нас уже ожидают своего часа креветки, жареные со специями. И последняя пита. Так, подожди, а питу-то я еще и не пробовала. А тебе еще нельзя пробовать питу? Почему-то мне нельзя пробовать питу. Все вот так вот, все сразу выхватывается из-под ножа. Нам, фараонам, дозволено все. Грибы, мясо, паприка. Ну-ка, хоть вкусно. Очень вкусно. Кушай на здоровье. Если бы еще повар молчал, было бы вообще безупречно. Что мы сегодня приготовили и для чего? Итак, теплый салат, который находится в пите с добавлением черри, прекрасной мраморной говядины, грибов, сладкого перца и авокадо. Собственно говоря, в собственном соку, как бы странно это ни казалось. И отличные креветки в специях бахарат, на самом деле, я от вас прятал это слово, которое содержит зиру, кардамон, черный перец, соль и небольшое количество лаврового листа. Эту смесь мы втерли в креветки, обжарили их на гриле и положили на свеженарезанный апельсин. А еще это блюдо содержит, самое важное, оно содержит хорошее солнечное настроение, потому что это буйство цветов не может вас не радовать. Так же, как и идеи для некислых вечеринок, которым нельзя отказывать, и надо воплощать все в жизнь, и любая идея найдет достойное воплощение в вашем доме. Я в этом абсолютно убеждена. Так же, как это пито, достойное место в моем желудке. Приятного аппетита! Спасибо, мой дорогой друг.